заходить и так игра между командами section 80 и супер лагит с л и команда 80 секция 80 что ж команда 80 играет за дайр и супер лагит играет за radiant и вот такие вот у нас начальные баны ну не не блещут они новизной честно говоря я думаю вы сами прекрасно знаете какие первые баны и даже какие первые пики ну вот вопрос только лишь в том будет ли здесь брю мастер или будут какие-то другие там войны с кем-то там свеч докторами вот ну то есть как бы команд уже наверное можно в принципе даже каждой команде завести книжечку такую типа и в ней вот будет расписано по пунктам типа если у вас первый пик в бане вот эти вот эти герои то вы пикаете это если у вас второй пик в бане эти эти герои выпекаете вот это если в бане лекан там и дом тинки тинки рыбанша выпекать знаешь разора и дума она вот вот разора пик туда не дума там ну короче саппорта какого-то или вайпера например разор и вайпера вот если в бане там допустим туда другой то вы там а у вас второй пик ну то есть два пика то вы берете sky мага и и войда да но в конечном итоге это побеждает не тот кто заберет войда или разора далее кто sky мага первым себе по имеет а тот кто лучше контролирует этих героев кто лучше играет кто слаженее играть 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 вместе кто играет одним таким ядром если хотите одним центром лучше перемещается по карте как-то лучше чувствует ту самую карту чувствует момент когда анда выйти на все-таки тайт хантер ну тоже кстати неплохой вариант и в таком случае могут поставить ну можно взять войда да вот и поставить вот такую вот супер-пупер просто формящую триплу просто вот совсем совсем формящую там уж какого-то взять саппорта с какого же саппорта ну какого-то с дизейблом да например вингу ту же самую или шейкера и просто тогда крипам не подпускать вообще вот чтобы он просто не подходил и издалека просто его там стрелять 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 он будет постоянно первого левела он там в своей сложной стакать крипов не может потому что играть нам за радио да и но вот кстати тайт хантер может быть не стоит пик и тайт хантера вот когда вы играете за радио потому что хотя бы если у него все плохо да то играя за дайр тарт hunter может там пойти по стакать да вот играя за rating по стакать он пойти не может ну то есть он просто ничего не делает просто стоит так что может быть тогда клакверка я мела бы смысл брать или какого-то типа вин дранки героя ну что такое значит вода добрали восьмидесят ники восьмидесят ники вода взяли тру-ру-рум так 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 но давайте думать тогда вместе с вами что же еще что же еще можно сделать например команде сел у них есть хороший оффлейнер и разор но может быть смысл все-таки поставить три плывут сложную линию разор может сложная связь два саппорта тоже им какие-то хорошие пусть будут даны пусть будут взяты тот же шейкер и еще какой-то оранжевой товарищ который мог бы напрягать там кого-то ну то есть шейкеров берется для того чтобы например война еще в куполе контрить вот чтобы закрывать война был вынужден там убегать из купола забегать заново или там как-то короче мешать войду то есть фиссура разделяет война его жертву то есть если правильно там шейкер бросит это вот принципе может поставить потратить точнее на то чтобы вот бегать просто выбегать с этой фиссуры убегать но на же еще я глушаю так что так что так вот шейкер допустим да и какой-нибудь дазл что-то такое вот и как-то себя попробовать агрессивно вести попробовать короче в общем попробовать драться чтобы тайду все-таки было было попроще там что-то фармить у себя на линии да и ну посмотрим посмотрим в пока ведь такие вот интересный бан тут два саппорта убираются с подхилом ну то есть абадон и триант протектор до которые могут типа сэйвить сэйвить могут это врезки ну окей ну а здесь брю мастер бань сэйвич доктор ну потому что скайма уже есть воет есть уже хватит в принципе инвокер могут появиться лечим лечи лечи аппарат так что в принципе ударю есть большой список еще героев которых могут которых можно добрать сюда ну и теоретически теоретически я вы еще ум не на это мог бы что добавить вот уминает как нельзя лучше подходит как нельзя лучше подходит ну так а тут ведь еще и так который тоже по идея может войда в куполе ну не то чтобы он там прям уж совсем до его контрит но все равно тогда допустим рэйвич посмотрите по времени две секунды да то есть а война купол 4 секунды вот как бы вот купол поставил если тайт туда не попал он может рэйвать ждать и ввод скажем так из четырех секунд две секунды простоит оглушенным вайпер взяли вайпер берет себе секция 8 джакира слушайте ну тогда джакира джакира но может быть вот если есть у вас у вас джакир и тогда имеет смысл все-таки пойти тогда точно можно в агрессивно три плыву вставить потому что санкин то будет в леса свои формить соответственно там будет два героя всего лишь всего лишь войдеская маг если рассчитывать например что будет будет стать против сайт хантера то типа да они вдвоем поставят но если туда придет рейзер резкинг и джакира то они очень даже могут быстро забрать вышечку да и пойти дальше забирать таруку например взять еще какого-нибудь героя в центр типа виномансера вот прям совсем не стесняться и взять виномансера в центр виномансер в центре против вайпера тоже шикарно постоит вайпера он будет постоянно отвлекать и вайпер не сможет уйти из подвышки потому что если через ворды будет играть виномансер то просто у вайпер там дамаги просто кот наплакал и люди все пассивки вот эти вот они на ворды не работают виномансер заставит его вордами и заставит вот стоять возле тавера и пытаться формить кирпов которые будто подходит да он будет формить но это типа неплохо пусть фармит вот но вышку то он будет терять и уйти с центра он не сможет то есть он будет привязан к одному месту потому что будет он ведь как его тавр проседает и вынужден он будет либо тавер отдать что будете там куда-то совершить там ганг или помощь какую-то помочь или просто там стоять 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 а этой ситуации могут воспользоваться рейзовая скинг и джакира и соответственно пойти пропушить например одну линию прям аж до то три то есть это и от базы брать это один вот такая вот у меня идея и но посмотрим как сейчас вот олечь что он думает по этому поводу но я бы думал как то так а ну и конечно же лон друид тоже я всегда люблю он друида тогда можно лон друида нет но он друида в мид ну почему пусть в миде постоит лон друид как бы нормальная тема тоже ну или можно тогда лон друида с резким гома джакира разора в мид там против вайпер короче вообще можно что придумать просто чтобы больше было пуша чтобы ну то есть если у вас один джакир это хорошо но товара падают не от джакира нет его ликвид фаера ну потому что ликвид фаер ликвид фаером а куда на первых большой во вторых нужно очень сильная помощь убирают вот так вот с пугной было с угном это вообще все было бы шикарно вот товара бы но пугни обойти плохо что и совсем близко к товару подходить а он друид и например вина мальтера ник товар могут подходить ну постольку поскольку что он друид подходит свои медведя во вина мальса просто ворды тыкает вот так вот ну и демочки конечно правда не чуть поменьше наносят но там короче есть свои плюсы и свои минусы и мог могло все быть вот все могло быть саленсер ты черт возьми так 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 а что так же саленсер ну тогда тогда рейзер митов до трипла ну с фармящим в рискингом например ну тоже кстати сильно агрессивная трипла то есть какую-то какая-то агрессия сразу вам в лицо curse of silence точнее без всякой агрессии curse of silence в лицо во все вообще во все места curse of silence здесь инвокер но с про инвокера мы с вами говорили как бы он тут теоретически долг должен был появиться потому что купол да тут купол по сути внести дамаг может только один геройская маг до этого точнее мог вот сейчас еще инвокер ну конечно санкинг может запрыгивать но там уже после купола все это будет работать но принципе купол короче ему не помешает а хотя вайпер может там тоже с руки стрелять ну да по сути как бы не стоит забывать что купола в купол дамаг можно носить не только с пламя можно носить и руками можно просто бить 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 и например вот представьте себе вайпера которого там есть мкб манта стайл да и вот и вот он купол этот плюет такой купол вероятнее всего заберет там того же сайленсера и джакира там буквально с пяти ударов так так психакам спрашивает почему такой маленький храпут стал и я его совершенно поддерживаю я я тоже не подождите так сейчас вот давайте мы вместе с психакамом повозмущаемся чуть позже все верно все верно пол герой стал вообще просто мизер вот смотрите вот то о чем мы с вами говорим постоянно что стратегии работают инфест бомбы работают с лайфстиллером как бы тени с виспом с хаус найтс виспом работает фантом лансер работает котл есть есть лон друид понимаете где эти все герои то есть все бросить понимаете вот если как бы отвечать почему так вот я считаю потому что всегда все любят идти по пути наименьшего сопротивления зачем типа там париться да если там грубо говоря там вот из 5 героев типа вы их выучили ну как ну вот как в свое время было с альянсом а вот у них был там типа фурион лон друид и типа все и смысл ну типа там по 1000 игр есть у к на каждом из героев от мира ульдога он просто всех рвет у него есть там понимание игры и выпекать постоянно вот зачем что-то другое еще изобретать он как бы всех убивает этим героем то же самое может быть и сейчас то есть но с другой стороны понимаете ну просто просто это нашли замедляют его хорошо ай не успел подкопать дарю на протестан получает а мы чисто проел тут дырочку чтобы экшена бить но тут бросил на него ластворд хорошо замедляет его дальше экшена преследует ну и ваши бы конечно если бы прокладывать сейчас будет откат спилов вот он бегать и ты хочешь подкопать все-таки подкопает саленсер да он подкопал тоже первый погиб не санкин тоже нет дарио дарио нет дарио 2 погиб дарио погиб 2 1 погиб саленсер ну так разобрались парни разобрались парня что войдет пошел сложную что-то странное что-то странное да так вот вопрос опять таки если вы играете типа дефолтом вот этим войдом постоянно то а как тогда выиграть все знают что хорошо типа мы пиктим там все разор они пикнут вайданская мага типа ну и мы знаем как против этого играть вот может быть вы просто типа команды да они не знают как мы против как мы играем до нашего вайда не точнее за контрят ну то есть леняться что ли либо стратегии какие-то новые использовать ну то есть грубо говоря если вы удивите чем-то вот на последний пик там тени хаосная да и вот что же опять подкопали дарио можете это сын кинта он же ведь не лесной то он же просто агрессивный и он просто фармящий вражеские герои так но здесь смотрите здесь совершенно гуркис не участвовал сражение не стану ничего не удал поэтому просто соли сер а соли сер тоже опять таки вот он пошел вот каким то вот здесь здесь он умер зашел сюда почему не пойти так вот чему это так вот и вернуться на линии что криво нарисовал ну короче вы поняли да почему не пойти по линии вот и сюда прийти зачем надо вот эти вот кита заходы в лес тут типа кого-то искать чего-то не ясно не ясно совсем ясно тогда ну и саппорта кстати правильно делают вот типа ну мы убили уже тут уже все нормально пойдем пойдем в центр пойдем час разоран огнем но файв говорит не знаю что он говорит на самом деле не слышу я вот а кстати вот может быть тоже добавить если кто-то через это тв смотрит час секунду парни в общем аккуратничает он очень переживать наверное по поводу того чтобы будут гангать хотя тут локер то сам страйковый экзортовый так что инвокер может гангать на любом расстоянии самое главное слишком не просить и вот олеч до среди олеч сейчас нарывается на санстрайк вот прям и нарывается санстрайк уже наносит 165 дамаги вот ровно столько сколько было у господина тэдхантера так что улич давай как-то поаккура но лишь там отбился вы видели да ну маленький пул героя может быть просто команды ну не хотят развиваться то есть как какой-то застой у нас что ли в доте то есть нет предложений то есть нет вызов никто то есть так тут под коп санкинга замедление гуркис хорошо еще одна ускорение то дарю дарила вот уже просил матрис в итоге отпевается в этот врезкинг отъедается хорошо ну дарио дарио хочет подкапывать ну дарио дарио ну обычно то есть если грубо говоря ставится какая-то задача да ну типа нам нужен типа танк который будет там бить немцев ну грубо говоря да вот все ученые работают или нам нужна ракета которая там выведет первого человека на орбиту все ученые работают вот так и здесь может быть нет пока дота комьюнити то есть вот игроки профессионалы там полупрофессионалы не ставят еще задач новых перед своими противниками то есть задачу поставили свой дом вот типа вот войд типа да попробуйте его законтрите пока не получается пока не нашли стратегию которая типа как-то убивает войда а вот типа такой персонаж которого типа но уже никак типа не не как это ну не пофиксишь но прошло например виспа да помните почему перестал быть популярен висп потому что виспа убрали у тизера стан а вот и типа все почему стал антимаг типа менее популярна потому что антимага типа блинк немножко обрезали блин там типа 0 4 секунды а имеет скорость применения господин вот и все так это заход 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 за потоль что ты правильно делать у него гаша нет проблем 5 пришла он пришел сюда потому что во первом совсем выжил с линии что джакира пусть джакира против вайпера стоит это такая что новость а перетяжку решили точно это позорище и подкоп прозора и саржу сам страйк ну разор на не умрет ну конечно здесь хотя хотя вы знаете очень даже было близко позорище вот перетягивать в рискинга типа ну то есть три плав сложность свой дом понимаете свой дом и ну и саленсера вот он очень сильный просто не смогли ну как это так вам три плав сложным пришла тут sky amax алисер просто на мане завязаны это снеска мак вот санкинку которого на один подкоп они все завязаны на на ману бросить керсу саленс все тут как-то я не понял и убежали забоялись сейчас тоже стоят здесь короче какой-то бред честно говоря вот зачем это перетяжка была нужна но может быть чтобы типа вот 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 остался против тайда но это принципе тогда хорошее решение чтобы это точно здесь на фармит против вайда так здесь вот стн стан получил ну типа а дальше а дальше подкопа да и вот супер то ушли саппорт это ушли вы бросили своего керри вы саппорт и это просто я не знаю ну и вот почему типа такой маленький пул героев да потому что блин играть не могут на саленсере на джеки раб ушли куда-то пошел драться керри дерется типа а саппорта уходит назад ну у вас я честно говоря подождите вот обидеть что произошло skype нет связи нет или что но я понимаю что мне это виднее да я вот так вот камеру отдалил типа мне там видно кто здесь находится кто здесь находится у меня vision есть за две команды ну а ну тут как бы vision то вот вард стоит тоже vision примать огромный vision пошел в ряске не давать стан пошел типа драться ну а вы что для чего вы нужны тогда просто чтобы типа что по скилу сбросить убежать так вот хорошо ультанутого в ряске гад то отлетит а сейчас жусь и погибнет джусь и погибнет сейчас он погибнет прям погибнет ну тут же сам виноват конечно на а вот но так же два фрага вайпер скинг сенкинг а кто еще к а это первый там фб да когда было ты думал откуда же фраг все таки просто как-то ребята ну я вообще не понимаю то есть что-то непонятно происходит то ли то ли языками не владеют или просто героями не владеет но вот ну конечно очень обидно за такую игру и надо как-то и вот и вот что опять вот это кто-то бежит в рискинг короче вот да что вы делаете и и но в поисках счастья вот перемещаются по карте ну а вдруг получится по файдаку от малифать ну стан ты в него дай боже ты мой сам стройку поиски счастья не привели к успехам танцевки дал погиб войда ну вот эти войда заберут слушайте а ведь хороший билд все-таки у инвокера вот с этими санстрайками да то есть купол поставил туда вот если 6 левел если вы раскинга ульт 1 и инвокер санстрайк 2 понимаете санстрайк приносит чистый дэмэдж здесь уже чистого чистого дэмэджа чтобы вы понимали 300 чистого урона 287 с половиной да и узкая мага тут еще 600 будет то есть минус 150 450 450 и у инвокера 300 да то есть короче это получается сколько 750 урона но более чем достаточно чтобы вообще кого-то забрать учитывая что еще вот там несет сотни 2 до дамаги с руки так что так насчет в эрке спрашивали в чате типа почему в эрак нет сложных линиях ну не знаю честно говоря почему нет в эрке но я бы посмотрел на негорка тоже такое ну может быть ну хотя как бы мирана типа да есть замирание гораздо сложнее стрелы попасть чем в эрке шекл хорошие бросить так что да по идее как бы в эрка очень даже могла бы появляться так нужно в ряске тут пока без 6 а здесь уже купол ну получу 33 секунды то еще новая вот когда новый крип и когда придут вот тогда будет купол можно будет попробовать забрать в рискинга а хотя там один вот а вот посмотрите вот войду под пофиг матрису вот ему все равно вообще вот как-то ему абсолютно все едино против кого стоять с кем-то ну стоит себе в сложное просто убивает все все подряд 30 на 4 на шикарный шикарный вот конечно джуси джуси тоже кстати вот 55 на 12 все у него замечательно у него там да у него еще нет как бы так джекира на фонтан ну понимаете ошибка ошибочка очередная вот же товар седан долететь не на фонтан у тебя full хп было full мана зачем тебе на фонтан незачем там ну нечего там ловить просто вот сюда переместился сюда и все и в раскинг себя лучше чувствует может тут есть помощь саппорта хотя конечно саппорты который прям бросают вот от этом телепортировался от ультимата вайпера я понял 3 на 4 кстати десятая минута давайте посмотрим на графике ну ну как бы да тут смотреть было бессмысленно потому что мы и так знали какая команда впереди причем уверенно рейзер с такими ботиночками супер скоростными пока у него баклер кстати вот его никто особо не гангал и он стоял довольно неплохо против инвокера ну вот может быть чифаев что-то сделает как так 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 тут куркис так уже до в общем-то бравирует своим ультимейтом подставляется но но тайт-хантер-то тайт-хантер русская мага скамага скамаганда рэвич там все он хорошо так вот сейчас купол то уже ставить нет смысла да ну за это хорошо и при морозе еще и не убьет час верткингата нет любил нота рэвич где ж твой расстались рэвич быстрее рэвич и матри смартис мартис вот для чего на один берут гаш для такой вот ситуации вот именно для такой именно такой вот вы сейчас увидели воочию почему должен быть плюс 1 в первом скилле в гаше всегда должен быть плюс 1 да вам хочется чтобы у вас дамаг был инкар смеша побольше но вот сейчас могли забрать войда могли забрать и смерть войда 8 левела гораздо важнее вот вашего инкар смеша на четверочку вот просто гораздо важнее так ну товар кстати тут пришли забирать сенкинг у него 600 так понимание все 6 приморозили кстати вот очень хорошо в ударе у пески включил окей пески а у лично инкар смеш да есть гуркис гурки забрали дарь его нормально 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 приморозили опять уличном ультанули в него него и он просто ты падать сюда делают какой хитер ну погиб да погиб но один в один размялись тут уходят экшен так замедление в гуркиса и экшена у него мана есть на т.п. у него мана будет еще нет и т.п. делает на фонда ну ладно у него маны нет там можно на фонтан взять т.п. так надо свернуться на секундочку друзья мои на секундочку свернуться посмотреть у нас и ну вот так свернулся в плак про клокверка клоквер кстати в принципе гость довольно типа периодически бывают клокверкой клокверки я даже видел парочку вот но она все остальное согласен абсолютно пропало очень много героев баунти хантер в том числе хотя вот на интернешнале помните пикали баунти хантера и баунти хантер был такой вот от команды вот такой же команды клауд найн по-моему вот он как-то там роли ходячего варда исполнял и кстати был довольно успешным таким ходячим вардом так что да ну многие вот еще говорят что типа тренды вот тренд играть в резкингом тренд играть там еще кем-то и санстрайк и ультимейт гуркиса все там приправил про достиг и стан хорошо то сейчас отката будет его это прыгал не успел догнать его купол есть купол был купол будет быть и уходят да конечно налетели забрали и улетели убежали вот так вот нет героев но тут на самом деле это все для первого крупного турнира вот до того как вот кто-то там типа артизии возьмет ногу сирену скажет чуваки я просто имею всех ногой сиреной в центре понимаете вот или там пока кто-нибудь там не взял рубика там как урок куда помните когда в навещу играл типа вот у меня рубик я просто рубиком саппортом всех вообще убиваю и было да это на чемпионате статистику приводили там три типа ну там типа герой допустим да точине героя игрок там игрок игрок такой-то типа его там герои типа герой а герой б и герой типа c картинки да там и и вот и у кроку было типа три картинки рубика потому что рубик рубик такие пироги ну короче ждем просто когда кто-то изменится она уже потихоньку мне кажется начало меняться там уже все таки некоторые интересные пики нам показывают команды five замедлен уже все будет с этим строка можно его размять тут а уже нельзя полечили в урной так у нас вот с мамом экшен тут похоже не видно да так ну а вот без бэк трека так ими даст в рискинге ок-ок-ок-4 900 5200 не намного кстати вот его опережает вот если честно 3 3 у рискинга у вайда статистика чуть получше так подозреваю 113 но так алили и лени и лени и все влияние лилен лилен ли погибает бывает так разбор на хосте а бежит связался с лучи ключи ультимат получил теперь сам разорвал тизер ну ладно так а вот а вот скуповой вот купола вот скупала вот поставил купол даже сам страйк не будет использовать инвокер чего-либо долю ждал хорошо кирпич там очень сильно пробил и вот улица лицера раньше типа ульты не было да вот ну не было раньше сожалению не успел поражать салит просто если бы раньше поражал тогда бы мог спасти ну например того же рейс рода чтобы в этом не успел дать на купол и рейдер вы просто убежал но не было не было салитера к сожалению кто ж знал ой хорош хорош ну соли сер как-то в этой игре видите астон играет не очень хорошо но не получается у него по каким-то причинам я даже не знаю не могу назвать эти причины может быть просто сегодня выходной может чересчур расслаблен он может быть там все может быть как бы это невнимательно играет вот невнимательно вот невнимательно сожалению тут интеллекта 53 у него на какой социальности румный у инвокера 50 плюс 21 правда ну тут всякие есть талисманы magic wand и еще и интеллект увеличен на 18 а это урон теперь же на первом так неважно хорошо связали с дарио гаш ну-ка почти сила ловкость дополнительно ловко все правильно интеллект но такая чё ты бежишь а есть опять хроносфера вот это да так и санстракт заморозил джакира долго джакира замораживал ну и все да вот так вот ну и вот опять к вопросу типа почему типа такие пики до однообразные ну вот видите войда вот просто команда среднего звена она с хорошим мой дом сделать ничего не может понимать вот вот ну просто вот всех убивает купол поставил убил все вот ему нужно два артефакта понимаете power threads и мидас ой москов манис о ее утонули влилили ленли 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 и вот прыгает замедляет джакира погибает джакира восьмого левела понимаете без макроферы без долбресса ну то есть тоже вот вопрос к подниманию игры то есть liquid fire нужен для чего для замедления атак и для атак у ага то отрыва чего лечь хорошо ага вот видите ли сейчас у каш есть на единичку так вот джакира вот такой билд должен собираться когда он просто идет забирать товара грызь 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 а товара он не забирает этот liquid fire скулдауном там типа в 4 секунды все равно сражение сражение он дольше не живет от джакира поэтому если бы у него liquid fire был там типа 2 даже левела там на 15 секунд но он все равно в сражении бы его поражал этот liquid fire плюнул бы в кого-то на а вот это гущий долбресс мог бы дать чумакроферу могу положить ну то есть как бы больше было пользы то есть ну так вот прожимает два спала джакира а так целых 4 причем но довольно такие неплохие спалу джакира что так что так ну что мы ожидаем фиксовая да ну все таки не знаю я придерживаю мнение что вот него не нимба и фиксить его вы не стоит просто однообразие в пиках не позволяет командам раскрыть свое мышление то есть расширяйте свои горизонты вспоминайте старых героев там ну то есть вот стояла бы сейчас здесь три план вот здесь вот висп house night против этого вайда до висп house night и саленсе все до свидания вот до свидания соли сейчас он говорит вот так было бы до свидания martris матрис а вот потому что ну вообще там ничего не могли сделать бы хаус на эту и собственно виспу саленсером ну или допустим не саленсер там кто-то там с хилом да вот что такое то есть до солдаты просто вот скамагу он бы отлетал а вот прям вот всегда то есть стянул его стянул его я скинг дал стан все висп там виспинятками стреляет ну это какой-то дизей был там какой-то саппорт дизей был вот 0 что такое все был бы там лун друид сам соло бы стоял в линии он бы тоже там погрыз бы и иская мага и вайда и вообще всех подряд так ультанули так вот опять сальну вас сейчас вовремя поржал астон астон ультимейт ну глобал да ну все равно купол час поставят так вот а зайти то не может гуркиста не может купол зайти ряд уходи они говорят что сдавать его убираю убиваем труси 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 дарио ну и грязь кинг погибает а у резкинга совсем чуть осталось перезарядку тюну вообще в общем пора джи писать я не вижу смысла продолжать просто избиение всю игру происходит команда sl они явно уже готовы прям совсем хуже так будет ну а вот это вот сейчас то что произошло свой дом это называется называется незнание механики игры разор погибает незнание механики игры так а тут погоня за ну а вот то что делает час астана тоже незнание механики игры у него скорость 350 у господина sky мага 325 без сапога давайте без сапога ну а сам просто решил фидануть вот а тут понимать еще и транквилл будет 415 ну как бы куда ты бежишь куда фу джасти джуси смысле джуси 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 фрут понимаете у него три была сейчас появится ну во первых вот такой знаете артефакт который вот на самом деле мастхэв на пашу 3285 скорость передвижения всего лишь вот узкая мага с тревелами было бы там ну давайте посчитаем тревел от 90 дают да или 100 100 было 425 было бы 425 было вот так а тут на 25 и 15 на 40 меньше вайпер каша очень медленный персонаж на егес все хорошо мне кажется участка это последняя битва будет и счет станет 824 чтобы ровно в три раза больше фрагов команды 80 было и тогда если вы сдадутся уже окончательно джакира 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 общая ценность давайте кстати так да не очень не пока ну то есть они показательны но они очень не для нас с вами показательны потому что мы так понимаем что вообще происходит в этой игре вот обретели внимание вот бомда и далу вот он тоже во многом как эмбр спирит он довольно тонкий персонаж но у него правда больше брони да ну у него вот хп мало поэтому вода тоже можно разбирать главное просто придумать что делать с куполом как бороться вот с этим самым куполом так а вот решил уйти а нет вот показалось или что короче были отменил то ли что но окей да пара вот есть некрономе кончики то поднимаю инвокера третий некрат есть фарджи ультанули гурки со и вот типа а приморозили инвокера да но у него есть а егисов иммортал рейзор кстати мудро поступает трескинцу не покупает себе blink dagger врываться а что чё за боялись 180 ну понимаете надо бросать себе вызов как вы будете лучше играть если вы не стараетесь этого делать почему не подраться вот сейчас у вас был а егис у вас есть егис поделитесь воспринимать 8 на 20 до в конце концов счет так подрались бы ну хорошо проиграли бы сражение ничего страшного было бы ну лучше для вас даже если бы вы проиграли вы бы поняли какие у вас слабые стороны а так просто отказались от сражения но зачем откат так вот сален но типа хорошо хорошо вода приборозили вода все бьют и вот не успеет не успел до купол поставить два интеллекта заработал саленсер экшен а астон астон но всегда крыл две единицы да это конечно беда без двух единиц интеллекта войду будет очень печально и ну а здесь блин дагер у инвокера это для чего для чего давайте подумаем ну может быть чтобы у типа прыгать и ветра давать потому что ветра то еще ну векс на 2 значит ветра там сколько торнадо торнадо 1200 не на 1200 это в принципе уже не маленькая дистанция но может ее не хватать может быть инвокеру не хватает 1200 зачем прыгать новый лбис куда да все ясно все хорошо стать с рэвэджем и из блин даггером что очень хорошо но вот саленсер без без рэвэджа да ну понимаете саленсер если бы с рэвэджем был это было бы конечно очень хорошо я милую саленсер без ультимейта так и без вайда разбираются понимаю вот и вот по апчу тогда не подрались почему тогда не подрались сейчас войда нет и просто пришли забрали сторону вот ничего не сделали вам ультанули еще и саленсер промазал своей первая белочка керсу саленс сайлент так скромак байтит и ветра и ул ну правильно он тут останавливать сейчас его могут забрать и ул он в принципе с одной стороны хороший ой-ой-ой дарь это прыгнул и в невидимость шоу инвокер проказ дает хороший горкис погибает 5 рэвэдж но рэвэдж рэвэдж забрали забрали сент кинга о лишь там пытается драться сейчас и 3к может быть даже и отдаст свой егиздауна дает но вайпер там погнался за фану это кстати ошибка вот так вот где вот вот где купола прыжочек куба по троим по троим бьет без купола пока а купола не было потому что там кого-то убивал стан получил бежит назад ну да какой крит был и на ход заморозочку поставил инвокер кстати хорошую очень поставил вот погиб то что сейчас произошло тоже называется глупости команды ну типа новичков ну потому что сражались ты без войда вот тут вот линию забрали казарму не забрали дрались вот здесь вот под тавром который бил 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 смысла вот драться по таврам который по вам стреляет но гораздо меньше чем драться вот не под тавром который по вам не стреляет понимаете вот здесь бы если бы дрались все было бы прекрасно и вообще можно было бы отступить вот сюда вот отступить сюда подождать пока под потянется войд и потом свой дом уже нападать а вот а так ну типа просто отдали а егис все отдали все хорошо 3023 играют играю дальше окей играем дальше ну из камак тоже типа продемонстрировал нам свое умение ветра себе подымать да вот типа подошел такой сейчас я подставлюсь а потом я ветра хорошо но шахматисты почему не знаю может быть кому-то пример шахматы не нравится но это показательно очень шахматисты думают не на ход вперед они думают на 5 ходов вперед мать и чем больше ты на период думаешь тем лучше скамбак что думал не думает подойдут типа на меня согрится типа я отойду назад а если какой-то дизель был тут я просто ветра по ветра я летаю ветрах от 3 ход ты не продумал что ребята то не будут стоять на месте к этому же ветра они тоже подойдут вперед вот все втроем сюда и типа тебя убьют здесь атака у нас на товар товар забрали макрофира лежит хорошая защитная но она уже закончена закончена совсем закончена секундочку пишет ст хорошо гурки станут получать на горке стоит на месте подставляется под сон строки вообще все ну типа танкует фортификация уличном прыгай рэвид есть хорошо 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 зашел есть свой будет прыгать купол купол где салинс не успел поставить купол а он прыгнул и замерз вот это мартриста ну ты чему мартри ой не могу дарио запрыгнул и проказ инвокер сон страйк поставил не туда бласт уже дал гуркису забрал но гуркис сейчас воскреснет ой воет ой воет джуси тп типа не получается да джуси погибает макер бросил ну вы короче видели только что вот насколько на самом деле вот тонкий персонаж несмотря на все его там типа бэк треки ну правда он там типа 1 процент у нас его 13 брони он попал в дизейбл и типа его убили то есть тут против айда работает еще контр инициации если вы первые нападаете просто и война фокусить это очень даже можно его забрать то есть вам нужен салинсу на воде чтобы ничего не успел сделать и просто какой-то относительно более-менее большой дамаг почему запилить там с руки с ноги с чего хотите ну а в общем что произошло войд короче айс пас джакира по моему так вот положил ну как то так в общем а вот здесь типа стоял такой а тут лишь героя стоит типа я час купол по троим поставлю он прыгает ставить купол по троим но айс пас айс пас ну и замерз естественно замерз купол поставить возможности нет ну и так далее вот я почему говорю почему нужен омнинает то что омнинает дает рэпп дает омнинает рпл соответственно и вот вот даже такой вот криворучка может поставить купол сражение сражение сражения забрали в рискинган у него там перерождение дарио ударю баги болтанули в гурки за витрак летает гурбикс а витрак это скаймак витрак поддержал бурки саму хорошо хорошо вот это называется знаете как то есть одна команда типа уверенно побеждала а потом вторая команда тут когда две команды одного и того же уровня то есть как-то все-таки типа дали продохнуть и вторая команда вроде бы левел подняла и какие-то там артефакты наформила ну там более-менее хоть какие-то дать барсера там что-то такое вот прыгает но купол не ставит хорошо а мог бы на самом деле здесь что рецепт вот понял в чем в чем его ошибка опять-таки есть же воды разные есть воды которые типа прыгают ставят купол там типа бьют а потом когда в них дали дизейбл после этого они прожимают бкб ну то есть это плохие войны а есть воды хорошие которые включают бкб а потом только прыгают и дерутся рецепт на бкб и вот еще ну то есть есть уже бкб вот добить просто надо гарнитного древнего голема и все бы прекрасного мартиса матриса да что матрис мартиста что вы все французы такие смоу к гуркис и хорошо хорошо вошел Выкопался, подкопался, ушел, замедлили Рейзера. Ну, это честь, на самом деле, ребятам из команды СЛ. Они не зли с собой вард. Ну, отечел ветра. Можно купол ставить с Алис. БГБ. Есть БГБ. И забирают Фрискинга. Купол поставили по Рейзеру. Рейзер-то связался. Рейзер-то дэмэдж высосал из матрица. У него дамаги-то очень мало. Хорошо. Подкапывает. Подкапывает Астона. Реведж. Реведж. Хорош. Забирают кого? Вайбер забирают. Сейчас еще Астона заберу. Да, Астона забирает. Ну, а тут у нас Инвокер говорит. Я беру игру в свои руки, друзья мои. И просто забираю ваши товара, пока вы сражаетесь в центре. Ну, и, в принципе, успешно это почти сделал. Да, минус три получилось. Вот так вот. Инвокер ушел. А тут, кстати, линии-то уже нет. Вот такие дела, да. Товара, тоже, считайте, уже нет. Ну, Инвокер понял, что команда-то... Команда-то подводит его. Говорит, блин, я стоял в центре, а вы... Ребята, я так стоял. У меня 19 тысяч. Нетворд. Ой-ой-ой. С он с треком попал. И... Инвокер говорит, ну, что вы, что вы делаете? Как вы деретесь паршиво? Я пошел, я пошел сам, закончу эту игру, жену вас в бане. Так, 20 на 24, да, это... А счет-то был какой? 8 на 20, понимаете? 8 на 20. 12 фрагов сделал одна команда, в то время вторая всего лишь 4. То есть три раза больше. Ну, вот у нас опять, опять. Ну, наверное, на графиках-то... Ну, типа, ну, вот здесь вот видно по опыту, что совершен, совершен возврат. Ну, возвратились-то. Так, Джуси... Вайпер, конечно-то, Некра, Мека, это такое. Кстати, вот с Вайпером, с Мека очень хорошо заходил бы Omni Knight. Ну, я не говорю, что Дарьо плохо заходит. Дарьо шикарно в этой игре играет. У него 1-6-8 статистика. Ну, нормально. Все, нет, на самом деле, хорошо. А вот так вот у Omni Knight, наверное, примерно такая же была статистика. Ну, просто с Omni Knight нам бы гораздо проще могли бы себя вести в сражениях. И вот Разур был бы не страшен со своим ультиметом, как бы, да? Ну, в принципе, не страшен. Да-да никто тут. Ну, кстати, тут магического паркаста просто овермного. У Сайленсера все магия. У Тайда тоже все магия. Ну, кроме Anker Smash'а. Вот. И у Джакира все вообще магия. Ну, еще и Врязкин, да? Там дают Врязбласты. То есть, БРПЛ, РПЛ, РПЛ. Так, ну, я так понимаю, у специфинальные какое-то сражения сейчас будет. Я, еще раз, секундочку, свернусь, чекнусь, что там. Войд контрится Омником в качестве саппорта. Но тут не совсем верно это предположение. Я объясню, почему. Кулдаун очень большой у Омни Найта. То есть, в среднем, Омни Найт может использовать свой ультимейт в два раза меньше, чем Войд. То есть, у Вайда 60 секунд кулдаун, да? Без Оегиса 70. Так-так-так, Врязкин летает Витрахта. Ну, в общем, минус-торону сделали. Инвокер, БКБ, бить. Так, и исчез. Молодец. Так, а тут надо Тавр-то бить. Вот, да, Дарио делает нужную поле. На самом деле, тут самое важное, это то, что сейчас Дарио забирает Тавр. Забирает Дарио Тавр, он забрал тут, выбили из кого-то Оегис. Это Войт был, и Войт Баш прошел по Гуркису. Ай, плохо. Ай, Блаз, какой же классный был прокат, только что Кетри Кея про Рейзору. Так, еще и стенку-то поставил. Ой, ну Кетри Кея, ну, посмотрите, ну, тоже супер, инвокер, очень хорошо играет. И, кстати, вот был бы здесь у него сейчас Форстаф. Форстаф, так-то, какая-то секундочка, одна и не успел. Ну, вот, Форстаф-то ему и пригодился бы. Рассказ дал СТН. Так, станд, шипы, хорошо. О, Гуркис, ну, в общем, Гуркис гулял чуть-чуть. Так, а у нас что там? Сверху-сверху. Войт погиб. Воряскен, выгубился. Ну, тут типа мегакрибы уже намечаются вот прям на всех трех линиях. Так что сложновато, конечно, будет сейчас отбиться. У Войта, вот, 80 секунд, да? Все-таки не 70, 80, думал, что... Ну, короче, у ультимейта много дольше. Ультимейты. Ну, короче, вот так вот. Но еще проблема, что у ультимейта не очень большой радиус, на самом деле. Не очень большой рейндж. Если бы он безагонимо по всей карте действовал, тогда да. А вот, а так вот проблема. Ну, есть масса, на самом деле, способов. Тот же ум не нает. Да, пожалуйста. Пусть ум не нает. Контрит война. Можно война контрить и шейкером. Можно контрить война тем же дезраптором. То есть, да? Купол поставил, и типа тебя вернули назад из этого купола, да? То есть ты запрыгиваешь, ставишь купол, у тебя дезраптор назад возвращает. Все. Можно контрить рубиком. Ну, потому что войт у него два спыла, он типа прыгает и ставит купол. Рубик что делает? Ну, рубик берет, крадет типа это все и ставит назад. Ну, просто проблема в том, что типа... А если войт по рубику, по уминайту, по шейкеру, по дезраптору ставит купол, что тогда? Вот в чем вопрос. То есть войды же они тоже не дурные, правильно? То есть войт же... Не, ну хотя встречаются такие, которые в макрофиру, да, запрыгивают, вот как здесь было. Вот. Но все равно, как бы... Тот же шедоу демон тоже может контрить войда. То есть шедоу демон вообще в любой ситуации может контрить. То есть если в купол не попал, он либо войда закроет, либо своего героя закроет. Все. То есть две с половиной секунды, ну грубо говоря, три секунды, там пока анимация, пока войт забежит в этом куполе, там какие-то сотые секунды. Короче, три секунды где-то будет герой спасен. Вот. Так что... Есть масса вероятностей, масса возможностей, но пока как-то... Дальше вот о том вопросе, вот кто контрит войда. Фантом лансер, контрит войда, контрит войда. Нага силен тоже контрит, тоже контрит. Как? Так, очень просто. Они просто в купол этот не заходят, они копиями своими по всей карте лазят и всех убивают. Им не надо вообще драться с этим войдом. Они его даже могут до конца игры ни разу не увидеть. Это войда. Реведж от Олеса. Олеча. Они просто формят свои радианцы, свои тараски, эти как они там, дефьюжиалы и все. И просто вот играют как они играют. Разводят свои копии, пушат все лайны и вводят с этим куполом, а он ничего не сделает. Абсолютно. То есть, да, вариантов много. Просто надо их использовать. Тут же теоретически Резер тут же может контрить войда. То есть ввод ставит купол, Резер из него дэмэдж высасывает. Сайленс, хорошо. БКБ, купол. Купол бьет фаев. Смотрите, а фаев-то уже и не умирает за купол. Не, все-таки умер за купол. Сенкин. Подкапывал, но не убил. Кстати, вот насчет в Резкинга он тоже, по идее, да, может войдать до кантри. Но опять-таки, а ввод-то в куполе может бить не в Резкинга, вот как он сделал, да? Он убил только что Резера. Поэтому, как бы... Так, огурки, хорошо. СТН. Ой-ой-ой. Тут прям айспас. Айспас на айспас. Чей сильнее? Ну, у инвокера посильнее. Смотрите, до сих пор лежит айспас. Очень, конечно, крутой айспас у инвокера. Ну, не айспас, а как там называется? Айс Вол. Ледяная стена. Замедление, понимаете? Замедление 140%. Да, это если вот в квас идти максимально. И действует 12 секунд. Это просто невозможно. Еще и урон в секунду там какой-то есть. В общем, беда. Вайды, войды, да. В конце концов, джаггернаут может законтрить войда. Понимаете? Просто взять, ультянут лицо этого войду. Там где-то найти соло, да? Тоже, как бы, вопрос. А если он будет не один? Если он там с прыжка уйдет? Ну, то есть, все, все может быть. Все вопросы, как бы. Все, что угодно может случиться. Да, гаш. Хорошо. Ну, бойц, типа. На самом деле, вот сейчас может поставить купол. Попробуй тогда. Ну, сейчас вот. А, он второй дайдаус собирает. Ну, окей. Тогда бы уже МКБ собрал. Смысл второго дайдауса. МКБ и скорость атаки тебе даст и демеджа примерно столько же. Эх, Матрис, Мартис, Мартис, Мартис. Побежал с мобом. Ну, из последних сил защищаются СЛ. Да, они могут пока это сделать, потому что все-таки у них более-менее есть ресурсы. Деньги, там, артефакты. Тут, видите, в Ряскинг уже такой. У Мьяльнира, точнее, Скулбашер. Неплохо, неплохо. А Блинк Даггер все-таки тоже себе купил. Ну, ладно. Пусть будет Блинк Даггер. Ну, что пока не могут продавить. 80. Странно, странно, странно. Ну, Некров призвали и побежали. А, тут последняя осталась. Последняя плод, последняя твердыня. Хорошо, а, вот они Некров призвали. Ну, и пока все. Что там? Дарио нервничает. Дарио нервничает. Ну, я бы тоже нервничал, если бы в Войт в моей команде собрал, понимаете, два Дайдалуса. Это же не какой-нибудь там Эмбер Спирит, да? А, он Фейслейс Войт. Которому два Дайдалуса. Ну, не то, чтобы они противопоказывали, нет, это неплохо, но, как бы, эффективнее было гораздо, вот, если бы он собрал себе МКБ. Более это было бы эффективно. Тот же Мьельнир бы он себе собрал. Ну, по цене на то же самое, эффективность. И вот, уже МОМ, в принципе, можно было бы продать, если бы Мьельнир был, да? Можно было бы купить там артефакт какой-нибудь на... Типа, типа, Сатанька. Ну, то есть, кстати, вот проблема еще тоже в Войта в том, что они все в МОМ идут, понимаете? МОМ купил, типа, и вот эти ваши ХП, а они-то, считайте, на 30% меньше, потому что урон-то, ну, когда бы МОМ прожимает, типа, вам больше урона. То есть, да, в куполе это, типа, круто. Да, то есть, в куполе, там, Войт, но купол-то действует 5 секунд, а МОМ действует 12 секунд. А оставшиеся 7 секунд, что делать? Так, Стан, хорошо, вот так вот, Буркс инициирует сразу же, его ветра подымает, ЕМП, ага, ага, и бежать, и без маны-то, и все. Вот так вот, байбэкнется, купол, подойду, и Татт тоже погибнет. Вот они байбэки, там затрусил Сент-Кинг, Сайленс, Тай, тоже выкупился, реводж, хорош, реводж, Дарью, убей, Дарью, 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 Дарью. Еще погоня у нас происходит, Гуркис мизманы, Гуркис погибнет, у него была возможность воскреснуть. Так, Джуси, Джуси, приморозили Джуси, просто Роберт Джуси, Джуси ультанул Файва. По Джуси до конца будет тут сражаться, ну куда ему деваться, да, он убежит, и Файва надо знать его. Санстрайк, хорош, Санстрайк! Кедри Кей, шикарен, шикарен, как всегда. Ну и казарба мечников воскрешается потихоньку. И, кстати, теперь я понимаю, почему команда 80 уходила, уходила, когда у них была Егис отсюда, потому что не могут драться. Вот еще драка не поставлена вообще, видите? То есть у команды, которая им проигрывает вот так вот много, вот прям столько 25 тысяч по опыту 0, да, они не могут с ней драться, не получается драться. И вот у Вайда уже тоже много всего нафармливано. Ну, это будет, конечно, но тоже, понимаете, вот... И все говорят, да это же проигроки, да это же старсерия, да это же любая серия, им виднее. Ну как, мол, вот я не понимаю, вот виднее, что виднее войдут, чем нам с вами? Что у него только что во всех файтах, вот у него уже 7 смертей, он во всех файтах там практически первый погибает. Потому что у него этот гребаный мом, понимаете? Вот он купол поставил, типа всех в куполе там побил, и дальше что? И все. И после купола он погибает. А иногда он даже не успевает купол поставить, даже несмотря на то, что у него БКБ есть. Понимаете, прыгает просто в ряске, но первый дает стан, у него нету реакции просто прожать это БКБ. Вот, а мом-то что? Ну БКБ типа ты прожал под момом, типа хорошо, магия в тебя не влетает, больше типа она тебя не дамажит. Ну так оврискинг-то магии не бьет, он просто рукой тебя фигачит по 732 криты, понимаете? Так что надо бы войду вот не какие-то там дейдалусы, да, что-то другое собирать. Ну вот купил бы вот сатаник, я бы больше чем уверен, что он бы в том сражении не погиб. У него, во-первых, было бы больше хп и, ну, как бы. Мом это как бы дешевая замена, дешевый буст вашего ДПС. Ну вот в ряскенг вот опять, смотрите, вот прыгает, стандал, все, и побежал назад. Вот в ряскенг, смотрите, ну и все, две атаки в секунду. Понимаете, у него никакого мома нет. У него просто один единственный Мьельнир, и он, игрок на силу, у него ловкость 59 плюс 20. Вот, Сайлен сразу же, ну вот опять, а где ж ты твой-то БКБ, Войт, где оно? Надо отдать Аегис обязательно, чтобы потом ставить БКБ, вот. И он сначала купол поставил, потом БКБ включил, Гуркиса он убил. Хорошо, там затрусил Дарью, отлично, подкопал, еще раз. Вайв погибает, так, Гуркис, Гуркис, Гуркис там воскрес, и Войт назад уходит. Ну тут, а, тут фортификация, ультанули, вовряд скинга. Там Скаймак-то развлекает Джакира, ой-ой-ой, нет, не пример, все-таки подкопал. Еще раз, еще подкопал, Гуркис погиб, и дэмэдж восстанавливает из Мортиса, там Мортисон, Санстрайк, Файв, ну тут Файв, конечно. Еще гемы, Джи-Джи, Файв пишет, Джи-Джи. Ну вот, если бы была команда уровня все-таки старой серии, то вот со счета, когда у нас было 8.20, 20, уже не могу нарисовать, то вот ровно через 3 минуты было бы Джи-Джи. Но это все-таки чуть поменьше дивизион, ребята еще все хотят попасть в старую серию, но надо гораздо увереннее эти файты проводить. Потому что просто команда 80 выиграла просто за счет того, что выиграла начало игры. Потом вот эти вот командные файты, и Войт, конечно, ну, это беда. И вот я на тысячу процентов, вот никто у меня не переубедит в том, что Войт специально отдавал Айегис. Никто Айегис специально не отдает, типа, я прыгнул вперед, чтобы словить там все дизейблы. Нифига. Войт просто затупил. Другими словами это не назовешь. Он просто прыгнул, не прожал БКБ. Ладно, заканчиваемся этой игрой, парни. Мы уходим с вами на перерыв, но не переключайтесь ни в коем случае, потому что у нас впереди еще две такие же игры. Ой, не могу. Скоро вернешься.